Добрый день уважаемые дамы и господа с вами Константин Белый я в этот раз поведу разговор о нашем доме о вашем доме о тех домах которые вы сейчас строите которые вы сейчас благоустраиваете или доводите до ума но начну все-таки с новых застройщиков почему потому что очень часто нам как инженером теплотехникам приходится работать в таких условиях где не предусмотрены никакие возможности для создания нормальных там котельных там инженерных каких-то помещений это все не предусмотрено на стадии проектирования на стадии строительства об этом тоже никто не подумал и в результате дом получается ну как говорится своего рода коробка вот нарисовали человеку красивую там картинку дом домик с крышей и человек считает что все уже у него все есть у него все хорошо у него все прекрасно он в этом доме может жить никто до этого человеку не объяснял что в этом доме ему придется делать какие-то технические помещения и понятное дело что никто не говорил что человеку должен быть хороший фундамент за фундамент обычно говорят последнюю очередь вначале всегда идет ведется разговор об самом доме как о какой-то красоте о каком-то ну как говорится престиже человека но не о той крепости которая должна быть именно крепость там где человек должен жить многие многие годы возможно его дети внуки будут в этом доме жить и в результате когда человек начинается сталкиваться с тем что ему нужно обживать дом а у него получается не дом а целый склад почему потому что в таком доме которым имеется ну буквально проекты удивительно многие простых прихожая там справа допустим кухня здесь у него большая комната и и здесь и там где где-то санузел вот так вот санузел маленькая комнаткой ну еще там какая-то комната то ли детская то ли все вот в принципе вот такое вот расположение помещений очень часто встречается и в результате человек начинает думать ему нужно устанавливать котел его поставить некуда ему нужно ставить систему водоочистки водоподготовки ставить некуда вентиляция не продумано дымоходов нет канализацию провести целая проблема потому что кухня у него здесь кухня а санузел у него вот здесь и как это все развести как все и инженеры начинают ломать голову потом начинается агоки от не хватает котель давайте мы котельную пристроим пристроили котель за а не хватает здесь чего гаража давайте гараж пристроим а не хватает здесь еще uchniческих помещений там нужно для хранения там инвентарям еще чего а давайте мы еще что-то пристроим а еще баню не придумали давайте баню Мы построим, желательно ее отдельно. И в результате человек начинал какой-то такой аккуратненький красивый домик. К концу, как говорится, его жизни это получается такое что-то ужасно страшное. На стадии проектирования никто сильно не заморачивается, не закладывает эти помещения, тех каналы, вентиляционные каналы. И никто никогда не думает из проектантов, как удобно будет жить человеку в этом доме. Так вот, давайте начнем с самого простого. Прежде чем строить дом, нужно сесть и написать тех задания проектанту. Проектант сделает ровно столько, сколько вы ему скажете. Вполне общая масса проектантов, это нормальные специалисты. Просто они не шагают наперед, они не делают лишние работы, потому что лишняя работа, она как часто не оплачивается. Если вот человек что-то начинает предлагать, ну, хозяин говорит, давай мы здесь вот сэкономим, здесь сэкономим. Ты мне главное вот нарисуй, как стены должны быть, как все, чтобы я строителей запустил, и строители начнут работать. Так оно и бывает. Он нарисовал, что там, фундамент, так для этого здания фундамент такой пойдет. Через время получается, что у человека был один этаж, он начинает крышу ломать, делает второй этаж, и он начинает вот эти вот пристройки. Дом изменяется до, как говорится, того, что вначале ничего этого по логике не было. Поэтому, вот в данной ситуации, я вас просто, просто убеждаю, сначала подойдите к инженерам, спросите, что нужно заложить в дом, чтобы можно было расположить котельную, не примкнутой к доме, чтобы она была в доме, чтобы у нее был отдельный вход с улицы, вход с дома, чтобы можно было удобно, как говорится, ее обслуживать, чтобы она не создавала грязи в доме, чтобы она в то же время помогала вам разгрузить дом, чтобы вы на кухне не тулили какой-то там котел, или что-то, какую-то технику, которая не нужна на кухне для того, чтобы вам реально приготовить пищу, и там, ну, возможно, покушать, если у вас кухня, столовая. Поэтому тут нужно об этом думать. Плюс тому, что когда человек начинает делать канализацию, у него еще куча вопросов выходит. Вентиляции, чтобы закладывать, нужны специальные технологические шахты. Обязательно. Это закладывается сразу, дымоходы сразу закладываются. Дымоход должен быть, если вы делаете на кухне, то не потом не по фасаду тащить, или там где-то, где-то по фасаду дымоход, а чтобы он прошел или отдельной шахтой, или в стене. Тогда это будет грамотно, правильно и, как говорится, надежно. И при том, что вы не будете портить весь вид здания, вы не будете нести дополнительные затраты, отдельно сделанный дымоход, он потянет цену дороже, чем это будет в шахте. И вот эти вопросы, если мы, как говорится, сейчас давайте, наверное, поговорим по каждому пункту отдельно, чтобы было понимание, потому что многие скажут, а я откуда знаю, что нужно? Ну, давайте именно поговорим об этом. В каждом небольшом разделе поговорим о каждом направлении. Это будет правильно, и вам легче будет сориентироваться. Поверьте, я не хочу вас завести на большие затраты. Я хочу, чтобы вы экономили в самом начале, потому что вы все равно это будете делать, но делать с большими затратами. Когда дом расширяется, затрат намного больше. Почему? Я сейчас расскажу. Хотите знать все? Подписывайтесь на наш канал. Следите за нашими выпусками. Пока, всего доброго. Продолжение следует...